Время пошло уже, время пошло. Привет, я Святослав Дутов, всем привет, эксперт по гармоничному развитию бизнеса и семьи. Мы находимся на Сочи на конференции Олимпийские бизнес-игры. Я хочу взять интервью одного из спикеров, Александра Терза, у маркетологов, ой, таргетологов Сия-Руси. Привет, Саша, привет. Скажи пару слов, чем занимаешься? Обучаю таргетологов, которые будут привлекать трафик в разный проект. Супер. Я знаю, что у тебя буквально на днях появилась вторая моча. Ты весь я поздравляю. Спасибо. Я уже человек семейный, и я хочу тебя спросить, у тебя бывает такое, что весы на одной чаше бизнеса, а на другой семья? Несомненно. Случается. Конечно. Когда ты впервые это ощутил? Когда стал много-много работать. Много времени бизнесу. Да-да-да, когда стал очень много времени уделять бизнесу, мы в такие ситуации были. Как ты решаешь это, кстати, помогаешь? Во-первых, стараюсь в последнее время делегировать и все же собрать команду, потому что до этого момента я практически долго работал один. Сейчас какая-то команда потихонечку градуется. И за счет этого освобождать свое время, и чтобы это время я мог использовать для селита, с дочерью куда-то всех поехать, просто погулять в конце концов. То есть через делегирование, а иначе как ты это сделаешь? Я не знаю, автоматика, ну да, еще автоматизация, еще автоматизация. Да, у меня онлайн-бизнес, да, и его можно на 80-90% автоматизировать, так скажем. Да, этому уделяется время, но потом какое-то время это работает самостоятельно, практически без твоего участия. То есть, и то, что там солдат спит, а заказы идут, это как бы не миф, это реальность, на самом деле. И для меня это давно сгыло реальностью, уже много лет, скажем. Когда трафик идет, автоматически у меня все на сайте работает, доставляются нужные протяжения, нужные письма, я не сижу сам за компьютерами, отправляю письма ночью. Это нереально, тысячи писем отправлять, это автоматика делает, естественно. То есть, ну, это второй момент, как можно освободить свое время. Можешь назвать буквально там один-два инструмента основных, которые тебе позволяют автоматизировать твой бизнес-процесс? Инструменты это сервисы или что-то? Да, может быть, сервисы. Я работаю в Just Clicker. На самом деле, это не важно, в каком инструменте вы работаете, все сейчас можно автоматизировать. Любой процесс практически. Ну, кроме, конечно, нарисования дизайна и так далее, но это уже работники могут делать или этому потратить какое-то время или деньги. На самом деле, два ресурса есть, либо время, либо деньги. Поэтому я выбираю... Либо заменяю. Да. Просто, если вот из нашего разговора взять просто один совет, это покупайте время других людей и автоматизируйте. Все. Хорошо, абсолютно согласен. А бывает у тебя, что баланс вот прямо у тебя, когда эти чаши уравновешивают? Случается такое? Ну, ничего такого, конечно, не бывает в природе. Поэтому здесь... Здесь либо ты отдыхаешь, либо ты переотдыхал, либо ты переработал. Прямо вот так, чтобы какой-то там дзен был. Нет. Такого, мне кажется, не бывает. Нет, такое бывает. А если бы вот, ты можешь представить, что-то такое случилось, и что бы тебе, как бы ты себя ощущал? Ну, наверное, было бы больше счастья. Понятно. Можешь какую-нибудь одну рекомендацию дать тем, кто зашивается, ну, вообще голова вот такая? Ну, я уже сказал, я уже сказал. Купайте время других людей, чтобы высвободить свое. А, могу один инструментик подсказать, который у меня прямо на телефоне стоит, называется хронометраж. Такой приложеница. Начать можно просто с этого. Ставите хронометраж, найдите, прямо так и называется по-русски хронометраж, там, в App Store, либо в Google Play найдите, да? И просто начните смотреть, ну, там, отмечать, чем конкретно вы среди дня занимаетесь. Вот если вы сели поработать, ставите работу. Вот, работа закончилась, ставите там следующий этап, что вы делаете. У меня там, например, есть раздел «Семья», да, вот конкретно. Я могу в конце месяца посмотреть, сколько конкретно времени я уделил семье, сколько я работе уделил, сколько я там спорту уделил и так далее. Все вот это. И мое время я там для себя еще оцениваю в баллах, так скажем, да? Некий такой баланс, могу видеть, сколько я, ну, насколько моя эффективность сегодня была. То есть или она идет в минус, то есть минусовой, так скажем, баланс либо в плюс. Если в плюс, значит, соответственно, у меня получается и работать, и при этом и отдыхать, и уделять время семье, ну, как-то так. Спасибо. Вот очень хороший инструмент, могу посоветовать. Спасибо. И просто это вносит, так скажем, ясность, чем вы занимаетесь среди дня. Потому что многие люди думают, что я такой неэффективный, я вообще ничего не делаю. А на деле смотришь, ты работаешь 15 минут в день по факту. То есть конкретно вот именно работа. А ну откуда у тебя возьмется эффективность, если ты не работаешь, так скажем так? То есть ты можешь прийти на работу и заниматься на день, не знаю, YouTube смотреть, но это же не работа. Соответственно, вот этот инструмент просто прините, последите за собой. И я думаю, буквально за пару дней у вас, в общем, будет ясность, чем вы занимаетесь среди дня. Ну, все, собственно, вот. Спасибо. Спасибо за субтитры. Под этим видео будет ссылка на Сашины проекты. Очень рекомендую ознакомиться. Саша обучает интересной профессии будущего. Да, я же на начале интервью сказал. Да. Переходите по ссылке и знакомьтесь. У меня можете спросить, как еще можно от процентов на 50-70 хронометраж усилить. С вами был Александр Дрза и Святослав Бутов. Всем пока. Все? Да. Стоп.